Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию мы хотим предложить очередное седьмое занятие третьего цикла курса «Английский язык. Практика речи». Тема нашего сегодняшнего занятия – два глагола – do, make. Итак, основное значение этих обоих глаголов в русском языке передается при помощи глагола «делать». Однако использование именно этих глаголов в современном английском языке при изучении английского языка представляет определенные сложности. Именно поэтому мы посчитали необходимым целое занятие посвятить именно этим двум глаголам. Вы помните, что в нашем третьем цикле мы говорим о фразовых глаголах в современном английском языке, об особенностях их значения и особенностях их употребления. Глаголы – do, make также могут выступать в качестве фразовых глаголов. Но, как обычно, мы с вами укажем на значение этих глаголов сначала как простых, а потом уже будем говорить о них как о глаголах, входящих во фразовое единство. Начнем с глагола – do. Надо сказать, что этот глагол вам хорошо знаком, поскольку в современном английском языке он используется очень часто. Он используется у нас в первую очередь как вспомогательный глагол. То есть при помощи этого глагола в современном английском языке образуются временные формы. Так, например, формы отрицательные или утвердительные формы, усилительные утвердительные формы, или вопросительные формы в Present and Definite образуются при помощи этого вспомогательного глагола. Также этот глагол используется вместо другого глагола, чтобы избежать повторения. Это особенность современного английского языка. Если у нас в предложении уже был использован какой-то глагол, и мы должны использовать этот глагол еще раз, чтобы избегать повторений, избежать тавтологии, мы с вами можем воспользоваться услугами этого вспомогательного глагола – do. Также глагол – do используется в качестве слова-интенсификатора, то есть он используется в утвердительных предложениях перед смысловым глаголом, если необходимо усилить или подчеркнуть значение другого глагола. Речь, конечно же, идет о так называемых усилительных конструкциях. Например, I do like this book. Мне очень нравится эта книга. He does like this film. Ему очень нравится этот фильм. Другие значения глагола – do. Сделать что-либо. То есть речь идет о совершении действия, которые необходимы для того, чтобы завершить что-либо или привести что-либо в желаемое состояние. Этот глагол используется со значением «быть достаточным» или «подходящим». И очень важно то, что глагол – do используется в различных устойчивых словосочетаниях. Итак, глагол – do в современном английском языке является очень распространенным, очень частотным глаголом. Помимо собственного значения «делать», он используется как вспомогательный глагол в ряде случаев. Что самое главное, он входит в устойчивые сочетания. Начнем мы с вами обсуждение устойчивых словосочетаний с так называемых фразового глагола, в состав которых в качестве основного компонента входит глагол do. To do a way with – покончить с чем-либо, прекратить. To do something over – переделать что-либо. Особенно это устойчивое выражение, этот фразовый глагол используется, если речь идет о работе или о каком-то ином занятии. Используется глагол do в таком сочетании could do with или could not do with в значении «нуждаться в чем-либо», «хотеть чего-либо». И в сочетании to do without – «не нуждаться», «обходиться без чего-либо». Вы видите, что список фразовых глаголов недостаточно большой, но частотность употребления фразовых глаголов с глаголом do очень высока. Еще раз напомню фразовые глаголы, в состав которых входит глагол do. Помимо фразовых глаголов, глагол do входят в устойчивые фразы, такие как «фиксed phrases» – «to do one's best» – «сделать все наилучшим образом». «I'll do my best» – «я буду стараться за всех сил, я буду делать все наилучшим образом». «To do one's duty» – «исполнять обязанности». «To do right» – «поступать правильно», «to do wrong» – «делать что-то неправильно». «To do somebody good» – «причинять», «делать кому-то добро». «To do somebody hum» – «причинить кому-либо зло, вред». «To do somebody justice» – «отдавать кому-либо должное», «относиться справедливо». «To do somebody a favor» – «сделать кому-либо одолжение». Вы можете попросить «do me a favor», «сделай мне одолжение». «To do somebody the owner» – «оказать кому-то честь». «To do well» – «идти хорошо», «to do badly» – «идти плохо». Данное выражение употребляется, если речь идет о делах, например, о бизнесе. «To do shopping» – это выражение вам, конечно же, хорошо знакомо. Это делать покупки, ходить по магазинам. Обратите, пожалуйста, внимание, что данное устойчивое сочетание у нас включает в себя глагол «do». Наконец, последняя на сегодня устойчивая фраза, состав которой входит глагол «do». «To do the sides» – «осматривать достопримечательности». Хотелось бы мне обратить особое внимание на то, что в устойчивых выражениях нужно четко соблюдать форму. Нельзя переставлять слова, нельзя заменять один артикль другим артиклем. Устойчивая фраза, то есть устойчивое словосочетание, оттого и называется устойчивым, что ни один из компонентов, входящих в данное устойчивое сочетание, не может изменить своего места, не может быть заменен другим. Мы с вами посмотрели на то, как в современном английском языке употребляется и какие значения имеет глагол «do». Сейчас давайте обратимся ко второму глаголу, глаголу «make». И посмотрим, какие значения имеет данный глагол. Делать – совершать. Производить. Особенно, если речь идет о шуме. Создавать. Составлять. Документ. Составлять – равняться. Речь идет о том, что можно пересчитать. Например, мы можем сказать «два яблока» и «два яблока» составляют четыре яблока. То есть при указании на арифметические действия, на действия сложения используется глагол «make». Также глагол «make» имеет значение «получать» или «приобретать». Например, деньги, средства и так далее. Используется этот глагол в значении «становиться». Например, приобретать профессию музыканта, художника. Конечно же, глагол используется в значении «готовить» или «приготовлять». Ко всему прочему, речь может идти как о прямом значении данного глагола, так и о переносном. Обратите внимание, что сочетание основного, то есть прямого значения и переносного значения является основной характеристикой большинства фразовых глаголов. Глагол «make» имеет значение «заставлять», «побуждать». Чаще всего он используется со сложным дополнением, так называемым «complex object». И, наконец, последнее значение глагола «make» – «подсчитать», «сосчитать». Подобно глаголу «do». Глагол «make» также образует фразовые глаголы. Давайте посмотрим, какие именно. Фразовый глагол «for» имеет то же самое значение, что и «make towards», то есть двигаться в каком-либо направлении. «To make something into something» имеет значение «переделать», «превратить что-либо во что-либо другое». Обратите, пожалуйста, внимание, что данный фразовый глагол употребляется. Со значением «увидеть» является со значением «увидеть с трудом», «услышать с трудом», «понять с трудом». Глагол «to make up» используется в значении «сочинять», «приготовлять». Обратите, пожалуйста, внимание, что известный, конечно же, вам глагол «make up» в значении «гримироваться», «пользоваться косметикой» и «краситься» имеет следующую форму «to make somebody something up». То есть дополнение занимает в обязательном случае место между самим глаголом, глаголом «make» и частицей «up». Еще раз обращаю ваше внимание, это как раз тот случай, о котором я говорила на одном из наших предыдущих занятий, когда значение глагола, фразового глагола, зависит от места дополнения. Сравните, пожалуйста, данный фразовый глагол «to make somebody something up» в значении «гримироваться», «пользоваться косметикой», «краситься» и предыдущий фразовый глагол «to make up» – «сочинять», «приготовлять». Если у нас дополнение разрывает фразовый глагол, как в случае «to make somebody something up», то речь идет о значении «гримироваться», «пользоваться косметикой», «красить». Следующее значение «to make up for» – «возмещать». Речь, конечно же, идет о каком-то убытке, нанесенном подлежащем предложении или «компенсировать». И еще одно, еще один фразовый глагол «to make it up with» – «помириться с кем-либо». Итак, глаголы «do» и «make» могут на русский язык переводиться как «делать-сделать». То есть у них общее значение – значение совершения действия. Однако между этими глаголами существует определенная, очень значимая разница. Обычно глагол «do» употребляется в том случае, когда речь идет о совершении действия. Глагол «make» используется чаще всего тогда, когда речь идет о создании чего-то нового, не существовавшего прежде. Также иногда говорят – это общее правило, из него есть, конечно же, исключение – что глагол «do» используется, когда речь идет об абстрактном действии, а глагол «make» используется тогда, когда речь идет о действии, например, о создании чего-то при помощи рук. Часто глаголы «do» и «make» используются в устойчивых сочетаниях, которые не подчиняются никаким правилам. Пытаться объяснить использование глагола в устойчивых ситуациях, в устойчивых словосочетаниях бесполезно. Эти словосочетания следует просто запоминать как единое целое. Теперь мы с вами можем перейти к практической части нашего сегодняшнего занятия и посмотреть, как в ситуации реального общения, как в реальных ситуациях, в реальных контекстах употребляются глаголы «make» и «do». Начнем мы с вами с первого задания. Еще раз напомню, как и на всех прошлых наших занятиях, мы предлагаем вашему вниманию учебные тесты. Цель которых – научить, а не проконтролировать уже имеющиеся знания. Именно поэтому мы так подробно обсуждаем каждый вариант из предложенных для заполнения пропуска предложения. Наша с вами задача состоит не только в том, чтобы запомнить, понять, как используются глаголы «do» и «make» в современном английском языке, но и постоянно расширять словарный запас. Некоторые предложения мне хотелось бы, чтобы вы запоминали, как своего рода модели, образцы для построения ваших будущих высказываний в общении на английском языке. Ведь не секрет, что мы с вами и на русском, и на английском языке общаемся достаточно устойчивыми словосочетаниями, которые регулярно воспроизводим в нашей с вами речи. Благодаря этому наша речь, русская речь, как родная речь, обладает определенной устойчивостью, идиоматичностью, связностью. Безусловно, если мы будем с вами пытаться создавать модели на иностранном языке, скорее всего, нам даже в этом удастся преуспеть. Но наши высказывания будут восприниматься носителями языка как неловкие попытки сказать уже то, для чего в языке существует устойчивое выражение. Давайте стараться использовать в нашей с вами речи именно те фразы, те словосочетания, которые понятны и привычны носителям языка. Таким образом, наша речь всегда будет легко воспринимаема, а мы будем с вами желанным собеседником. Итак, наше первое тестовое задание. Речь идет про англо-саксонские племена. Вы знаете, что на территорию современной Великобритании англо-саксонские племена пришли с северного побережья Европы. И именно вот эти племена считаются основателями английской династии, английской нации. Дело в том, что германские племена очень различные по своему происхождению, смешались на территории современной Великобритании и положили основу тому, что мы сегодня с вами называем английской нацией. Англо-саксонские племена часто вели войны относительно друг друга. Или, если мы с вами будем говорить, используя привычные для русского языка конструкции, то фраза будет выглядеть таким образом. Англо-саксонские племена часто воевали против друг друга. Запомните, пожалуйста, что устойчивое выражение «воевать» будет образовываться при помощи глагола «make». Ну, в данном случае речь идет о прошедшем времени, поэтому мы используем с вами форму прошедшего времени. Англо-саксон tribes often made war against each other. Данное устойчивое выражение необходимо просто запомнить. И когда у вас возникает потребность в таком значении глагола, мы должны использовать сочетание «to make war» – «вести войны». Не знаю, что делать с его вот таким вот странным поведением. Не знаю, как вести себя. Обратите, пожалуйста, внимание, что в данном случае речь идет о понимании. Не знаю, как понимать его странное поведение. Что значит его странное поведение? Обратимся к фразовому глаголу «do out». Такое использование в современном английском языке не является частотным. «Do away with» означает «покончить с чем-либо попрекратить». Но, обращая ваше внимание, данный фразовый глагол состоит из трех элементов, а третьего элемента в нашем предложении нет. Поэтому использование данного варианта здесь невозможно. «Make off» с «double f» означает «убежать, удрать». Тоже данное значение нам с вами не подходит. «Make off» с одной «s» означает «понимать, придавать значение». То есть мы можем это предложение понять следующим образом. «Не могу понять, не знаю, что значит его такое странное поведение». Обращаю внимание, что правильным вариантом заполнения данного пропуска является вариант «d» с одной «s». «It's horrible outside», «I'm awfully cold», «I could do with», «make», «make out», «do best» «a cup of tea». «На улице ужасно». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в современном английском языке очень часто используется наречие «out» в значении «вне помещения». Например, «he's out», «он вышел». Или как в данном предложении «it's horrible outside». Наречие «outside» – то, что нас с вами сейчас интересует. «На улице ужасно». В русском языке наречие «outside» соответствует выражению «на улице». «I'm awfully cold», «я ужасно замерз», «мне хочется чашечку чая», «мне нужна чашечка чая». В этом значении используется глагол «do with», «I could do with a cup of tea», «мне бы чашечку чая», «мне хотелось бы чашечку чая». Запомните, пожалуйста, эту модель. «It's horrible outside», «I'm awfully cold», «I could do with a cup of tea», «мне поможет чашечка чая», «мне нужно выпить чаю». Вот такие многочисленные варианты перевода данного предложения я могу вам предложить. Конечно же, если у вас возникает необходимость в переводе подобной конструкции, вы должны в основном ориентироваться на контекст. Давайте перейдем к следующему заданию. «Mother promised us to do make me count, do well an apple pie on Sunday». «Мама обещала нам в воскресенье приготовить яблочный пирог». Мы с вами помним, что глагол «do» употребляется в том случае, если речь идет о совершении действия, а глагол «make» употребляется тогда, когда речь идет о создании чего-то нового, того, чего прежде не было. Более того, у глагола «make» есть значение «готовить», именно то самое значение, которое нам требуется в данном контексте. «Mother promised us to make an apple pie on Sunday». Запомните, пожалуйста, данное высказывание. «To make an apple pie» – приготовить яблочный пирог. Я вполне могу обойтись без нового пальто. Мое старое выглядит вполне прилично. Вспомним устойчивое выражение «обходиться без чего-либо». Строго говоря, это фразовый глагол. И он звучит следующим образом. «To do without». Давайте посмотрим на данное выражение. «Я вполне могу, легко могу обойтись без старого пальто». Образимся к следующему заданию. «Children, stop doing, making, making up, doing badly, such a terrible noise». Дети, прекратите шуметь. На одном из наших занятий на общем курсе мы с вами говорили о том, что после глагола в английском языке возможно использование либо инфинитива, либо герундия. Мы с вами говорили о том, что есть некоторые глаголы, которые требуют после себя использования только герундия или только инфинитива. Есть такие, после которых можно употреблять как герундий, так и инфинитив. При этом значение не будет меняться. То есть мы можем с вами свободно выбирать между двумя вариантами и не переживать об изменении смысла. Но есть и такие глаголы в современном английском языке. И к ним, кстати, относится глагол «stop», которым мы сейчас с вами видим на экране. Например, в зависимости от того, инфинитив или герундий используются после этого глагола, значение фразы может меняться. Если после глагола «stop» используется инфинитив, то указывается на причину. Например, Я остановился с того, чтобы прочитать. Если после глагола «stop» используется герундий, как в данном случае, то речь идет о прекращении действия, которое вами совершается. Допустим, Я перестал читать. Я прекратил читать. Я прервался. В данном случае, конструкция На русский язык переводится несколько иначе. То есть ситуация остается прежняя. Дети шумят, Но Описание данной ситуации в русском и английском языках является различным. Дети, прекратите шуметь. В данном контексте мы после глагола «stop» должны поставить форму герундия. Строго говоря, все глагольные формы, предложенных нам с вами вариантов, стоят в форме герундия. Нам остается только выбрать правильный вариант. Давайте вспомним устойчивые сочетания. Когда мы с вами говорим о шуме, то мы используем глагол «make». Поэтому данная фраза имеет следующий вид. Дети, прекратите так шуметь, так громко шуметь. Давайте обратимся к следующему заданию. Это вопрос, в котором спрашивающие интересуются, где вы шьете платье. Со значением «шить» в современном английском языке, то есть производить что-то руками, используется глагол «make». Поэтому мы можем с вами заполнить данный пропуск, только подставив вариант «be». «Where do you have your dresses made?» Следующее задание. «He has done away with, made up, done without, done with his extravagant way of life». Давайте посмотрим те значения, которые нам предлагают варианты. У нас, с одной стороны, есть подлежащее предложение «он», который совершил некое действие относительно своего, такого экстравагантного, очень необыкновенного, необычного образа жизни. Давайте посмотрим, какое же действие совершил он в отношении этого способа. Глагол «do away with» является фразовым. «Трехкомпонентным» имеет значение «покончить с чем-либо, прекратить». Строго говоря, данное значение нам с вами очень подходит. «Make up» – именно в таком варианте, плюс «дополнение» имеет значение «сочинять, приготовить». Это значение нам подходит гораздо меньше, а если быть честным, то не подходит совсем. «Do without» – не нуждаться, обходиться без чего-либо. «Do with» – нуждаться в чем-либо, хотеть чего-либо. Из всех четырех предложенных вариантов наиболее подходящим для заполнения пропуска в данном предложении является первый вариант. «He has done away with his extravagant way of life», который на русский язык мы можем с вами перевести следующим образом. «Он распрощался со своим необычным образом жизни», то есть он стал вести размеренный образ жизни. Еще раз напомню, что при переводе английской фразы на русский язык мы с вами можем воспользоваться так называемым антонимичным приемом. Он заключается в том, что сказуемое предложение, стоящее в утвердительной форме при переводе на русский язык, может заменяться сказуемым, стоящим в отрицательной форме и наоборот. Отрицательная форма сказуемой может переводиться в утвердительной форме сказуемой. Конечно, нередко заменяются сказуемые на антонимичные. Например, «бросил» – начал, «прекратил» – начал. Давайте еще раз обратимся к предыдущему заданию. «He has done a way with his extravagant way of life». Он стал вести размеренный образ жизни. Следующее тестовое задание выглядит так. «Shall I do, make, makeover, do with tea for you?» «Тебе приготовить чай» или вы знаете, что местоимение «you» – это местоимение второго лица в английском языке. В единственном множественном числах имеет одну форму. Поэтому мы с вами можем только, исходя из контекста, переводить «you» либо при помощи местоимения «ты», либо при помощи местоимения «вы». Вам налить чаю? При помощи модального глагола «shell», как вы знаете, в современном английском языке очень часто высказываются предложения. Обратимся к глаголам «do make», «makeover», «do with». Приготовить чай в английском языке существует специальное выражение с таким значением «make tea». Поэтому вариант «b» здесь будет необходимо использовать. «Shall I make tea for you?» «They», «made up», «made with», «did with», «made important discovery». «Они сделали важное открытие». И вновь мы здесь с вами должны использовать глагол «make». Это устойчивое выражение. Давайте обратимся к следующему высказыванию. Начнем с вариантов. Одна из фраз, которую нам предлагается с вами ставить вместо пропуска, обозначает практику ремонта, в том числе покраски дома самостоятельно, без привлечения рабочих. То есть мы бы с вами сказали «своими руками», сделать что-то своими руками. В английском языке это передается при помощи выражения «do it yourself». Запомните, пожалуйста, сделать что-то своими руками в английском языке соответствует выражению «do it yourself». Иногда используется аббревиатура, то есть сокращение. Когда используется аббревиатура, то есть сокращение, все три начальные буквы слов «do it yourself» пишутся с большой буквы. Это устойчивая аббревиатура, она часто используется в современном английском языке. Предложение будет иметь следующий вид. «Do it yourself» is the practice of repairing, painting the house, etc. yourself, instead of paying workmen. Обратимся к следующему тестовому заданию. He did, made, made over, did the best in effort to stand up. Он предпринял попытку встать. То есть он сделал все, чтобы встать. Устойчивое выражение «сделать попытку» состоит из глагола «make» – to make an effort. Поэтому мы данное тестовое задание будем считать выполненным правильно, если вы выбрали вариант «be». Ещё в самом начале нашего сегодняшнего занятия, когда мы с вами говорили о том, что глаголы «do» и «make» входят в состав устойчивых сочетаний, и мы с вами говорили о том, что правила использования глаголов «do» или «make» в устойчивых сочетаниях не подвергаются никаким объяснениям. Устойчивое сочетание нужно запоминать. Поэтому ещё раз давайте обратимся к тем тестовым заданиям, которые мы с вами уже сегодня выполнили. «Приготовить чай» – to make tea. «Покончить с чем-то» – to do a way with. «Шить платье» – to have a dress made. «Производить шум» – шуметь. «To make a terrible noise». И, наконец, предпринять усилия – to make an effort. Давайте обратимся ещё к следующим тестовым заданиям. Посмотрим на тринадцатое задание. «We've made up, made, done, done well, quite a lot of sites today». Мы сегодня посетили достаточно много достопримечательностей. Мы сегодня посмотрели достаточно много. Давайте вспомним, как в современном английском языке сказать. «Посещать достопримечательности», посещать места, которые вызывают у туристов особенный интерес. Данное устойчивое сочетание звучит следующим образом. «To do a sightseeing» – to do the sights. Поэтому правильным вариантом здесь оказывается вариант «see». «We've done quite a lot of sites today». Сегодня мы с вами посмотрели достаточно много. И последнее сегодняшнее тестовое задание, которое я хочу предложить вашему вниманию. «Они сделали нам предложение, которое нам может быть очень выгодно». «Делать предложение устойчивое сочетание, которое нас здесь с вами интересует». «Оно» – это устойчивое сочетание в современном английском языке – образуется при помощи глагола «make». Запомните, пожалуйста, «to make an offer» – «предложить что-либо». Итак, на нашем сегодняшнем занятии мы с вами подробным образом рассмотрели, как в современном английском языке используются два английских глагола «do» и «make». В какие устойчивые сочетания они входят. Также мы рассмотрели некоторые фразовые глаголы, образованные при помощи глаголов «do» и «make». Время нашего сегодняшнего занятия подошло к концу. Спасибо за внимание. До свидания.